итак вы решили заняться крипто и посмотрели несколько видео на ютубе возможно даже внесли первый депозит на биржу и уже приготовили к тому что вас в гараже скоро будет ждать несколько приятных авто немецких марок а кошелек будет ну вот просто не закрываться от того что в нем большое количество американских президентов поселилась не понял но что-то пошло не так депозит оказался слит в итоге не американских президентов не немецких авто а только микрозайм и разочарование вот я я я в это видео друзья мы мы будем разбирать с вами основные рекомендации для новичков трейдинге которые помогут вам максимально быстро безопасно и самое главное прибыльно стартовать в крипте если вы селили свой первый депозит не переживайте этого ночной 90 процентов людей и в том числе ваш покорный слуга но в этом видео я постараюсь вас уберечь от того чтобы ваш последующий депозит не был точно также слит приведу вам такой пример вот подходим их с вами к человеку и говорит я тебе сейчас дам штангу 150 килограмм не повешу а ты ложишься под скамейку и жмешь и при этом человек спортом никогда не занимался тренажерный зал видел только на картинках и вообще телосложение его ну мягко говоря дрища вы что будет с этим человеком ну скорее всего просто откажется от того чтобы жать штангу скажешь ребят но когда мы с вами находимся в мире крипты то люди почему-то так не думают то есть когда человеку приходят и говорят смотри вот у тебя есть 100 долларов сейчас мы их превратим в миллион без регистрации смс люди такие ну да сейчас превратят а чего такого-то то есть когда мы с вами говорим про какие-то другие сферы ну например там про штангу либо вот видите у меня сзади пианино стоит что сядьте и сыграйте там какую-нибудь лунную сонату битховена с первого раза люди воспринимают это как то что но это невозможно не штангу пожать не сонату сыграть агаты людям говоришь что приди на финансовые рынки и соревнуйся с самыми умными людьми и самым современным искусственным интеллектом и стали на этом миллионером люди воспринимают это как-то ну типа океей почему нет дело тут в том что понимание сложности работы на финансовых рынках она достаточно абстрактная то есть ты ложишься под штангу ты даже сдвинуть ее не можешь с места а если заходишь на биржу и кидаешь туда там не знаю тысячу две десять долларов то ты легко нажимаешь кнопку buy или sell и собственно с удовольствием скидываешь весь свой депозит в трубу так вот друзья мои первое правило рынка будет заключаться в том что я вам крайне рекомендовал начиная с небольших денег и в первые два-три месяца вообще не заходить больше чем на 200 300 может быть 500 или максимум 1000 долларов даже если вы долларовый миллионер у вас денег как у дурака фантиков то не нужно с этими деньгами сразу приходить в рынок и пытаться кого-то здесь удивить нет представьте что вам нужно прийти научиться сжать штангу либо там боксировать либо играть сонату на пианино что угодно и приводите эту аналогию на рынок то есть вы берете какой-то небольшой депозит после этого находи например там какого-то учителя либо пытайтесь самостоятельно какие-то свои первые шаги делать и начинаете потихонечку потихонечку торговать потому что если вы приходите с небольшими суммами денег на рынок даже если вы потеряетесь будет не так критично но представьте у вас есть там например 10 тысяч долларов в их скопили если вы пришли из первого раза потеряли все 10 вам надо обратно идти на забот микрозаймы либо там куда то еще если же соответственно вы взяли свои 200 300 доллара взяли попробовали соответственно если Даже вы их слили, ничего страшного Если вы 200-300 долларов там получили Ну не знаю сколько, 10-15-20% за месяц То хорошо, вы на следующий месяц там увеличиваете свой депозит до 500, до 1000 И так далее, двигайтесь постепенными шагами То есть здесь все то же самое, как в примере со штангой Вы приходите, сначала ложитесь на скамейку И учитесь просто жать, ставите себе технику Потом накидываете пару блинов Такие, ну вроде получается Потом еще пару блинов И так потихонечку, там за полгода, год В зависимости от ваших физических способностей Вы сможете там прийти и пожать свои заветы Там 100-150 килограмм То же самое абсолютно работает в рынке То есть здесь все очень индивидуально Кто-то схватывает быстрее, кто-то схватывает медленнее Но в целом от 3-4 месяцев до года Это более чем адекватный период для того, чтобы научиться Естественно, здесь все будет зависеть еще от того В какой тусовке вы находитесь Есть ли у вас обучение, есть ли у вас какие-то наставники Например, если вы состоите в каких-то закрытых сообществах Адекватных, типа нашего, например Ну есть и другие, наверное, но я знаю только наши То, естественно, ваше развитие, оно будет происходить гораздо быстрее Если вы там пытаетесь что-то в одиночку как-то тыкаться, мыкаться Ну, естественно, это будет занимать больше времени И больше слитых денег Печальная история А вообще, друзья мои, если вы хотите безопасно, прибыльно И быстро стартануть в крипте То у нас есть бесплатное обучение от нашего проекта Криптор Это курс «Быстрый старт крипте» с нуля за 5 дней В рамках него вы познакомитесь с миром крипты Узнаете, что такое блокчейн Как это работает Как можно зарабатывать в крипте Основные способы заработка Как работать с биржами Как инвестировать Как изучать проекты Получите пошаговый план старта в крипте В общем, там много очень полезной информации Ссылочка на это обучение находится под этим видео Оно абсолютно бесплатное для вас Там 5 основных видео И около 20 или даже 25 вспомогательных В общем, если вы не так давно в крипте И хотите разобраться, как здесь все устроено То крайне рекомендую перейти по ссылке И пройти наш курс Ну, а мы с вами продолжаем про рекомендации в тренинге Как вы заметили, здесь у нас нет пунктов Про технический анализ Хотя технический анализ, фундаментальный анализ Это тоже важно Но я считаю, что все-таки психология Она стоит на первом месте И для новичков очень важно разобраться с психологией И понять, как на первых этапах это все работает Потому что новички часто косячат именно в этом То есть технический анализ, фундаментальный анализ Там все более-менее понятно А вот именно знаний по психологии людям не достает И я считаю, что в целом настрой в рынке Он реально крайне важен Давайте объясню вам, что я имею в виду Возвращаясь, к примеру, со штангой И 100 килограммами Вот скажите мне, пожалуйста Как это лучше будет сделать? Поставить штангу на скамью Нацепить на нее блинов И каждый день подходить И пытаться вот ее сдвинуть с места Еще раз учитывая, что это там просто дрич, который еле-еле поднимает двадцатку Логично, что это не приведет к адекватному результату Либо же мы можем с вами настроиться на долгосрочную работу И понять, что ну да Мы вот сейчас с вами там не идеальной физической формы У нас нет много мышечной массы Но у нас есть цель И мы хотим поставить себе цель Наработать мышечную массу Мы хотим поставить себе цель Там правильно научиться сжать штангу И, собственно, когда мы будем идти вот так вот шаг за шагом То наши результаты, они будут подтягиваться сами собой То же самое в рынке Когда вы приходите в рынок с настроем Что я тут сейчас всех поимею Что я сейчас стану миллионером Еще раз имея при этом 100 долларов там И все, что с этим связано То вы получите только боль и разочарование Если же вы придете в рынок с желанием понять, как он работает С желанием понять, что такое крипта Что такое блокчейн Как правильно инвестировать Как вообще устроен трейдинг И все, что с этим связано То, поверьте мне, добиться результата Шансов у вас гораздо-гораздо больше Кстати, если вы не так давно торгуете То я бы вам рекомендовал это делать на правильной бирже Которая называется Bybit Ссылочка у нее находится под этим видео Если у вас аккаунта еще нет То вы можете забрать бонусы от Bybit до 30 тысяч долларов И также бонусы от нашего проекта Это гайд 10 способов зарок на карете И курс по техническому анализу Из 15 уроков и более 30 видео Ну, в каждом уроке по 2 видео, соответственно А, собственно, как это все получить Более подробно по ссылке под этим видео Переходите, смотрите И забирайте ваши бонусы Торгуйте с кайфом на самой крутой бирже Почему, кстати, Bybit, давайте поясню Нет санкций для РФ Суперлояльная поддержка Суперудобная биржа И я на нее торгую уже больше года Абсолютно никаких претензий Абсолютно никаких нареканий И еще раз вы можете получить при регистрации Бонусы крутейшие от нашего проекта Переходите и забирайте их Третье правило, которое, я считаю, нужно повесить На любой абсолютно бирже Ну, вряд ли они, конечно, на это пойдут Это то, что нельзя торговать на последние и заемные деньги Поймите, друзья мои Рынок — это психология Да, я вам сказал, что технический анализ — это важно Технический анализ — это нужно И я вам даже сказал, как получить от нас обучение по техническому анализу То есть у нас это обучение Оно стоит 150 долларов Но если вы реагаетесь на Bybit Вы можете забрать этот курс бесплатно При пополнении аккаунта на определенную сумму Еще раз, все условия есть под этим видео Но В первую очередь Рынок — это психология И когда вы в рынок приходите с холодным умом С холодным расчетом С пониманием того, как работает рынок С умением выжидать удачную сделку С умением сидеть в этой удачной сделке То, поверьте мне, шансов выйти оттуда с прибылью У вас гораздо-гораздо больше Это такие, знаете, тонкости Это тонкие материи, которые понимаешь Только через годы опыта нахождения в рынке Но это реально самое важное, что здесь есть Не технический или фундаментальный анализ А именно вот эта психология Именно то, что в рынок нужно заходить с холодной головой А не пытаться еще раз урвать там Или как-то отбить свои последние деньги В целом, что вообще такое рынок? Рынок — это психология и инструмент Передоспределения денег От бедных и жадных К богатым и терпеливым Если вы этого еще не поняли То очень-очень скоро поймете Ну, я надеюсь, что поймете рано или поздно Потому что понятно, что на первых этапах Эта фраза, она такая Ну, инструмент да инструмент Ну, а когда ты находишься в рынке несколько лет Ты понимаешь, насколько глубокий смысл в ней заложен И почему нельзя действительно торговать на заемные деньги То есть, если вы решили прийти в трейдинг И, там, не знаю, продали почку Заложили квартиру Заложили машину, там, еще что-то То вы изначально находитесь в уязвимой позиции перед рынком Когда вы торгуете на заемные или на последние деньги Давайте я вам объясню Вот представьте, что мы с вами ведем переговоры по бизнесу Допустим, вы выступаете моим контрагентам И у нас идут переговоры При этом при всем я, ваш оппонент При этой сделке Ну, могу потерять максимум 1% от потенциальной прибыли То есть, например, мы с вами не заключаем сделку Как я теряю 1% от своего оборота Ударит ли это по моему бизнесу? Да не особо Я это, в принципе, не особо почувствую Либо вообще найду какую-то замену Но вы вот передо мной сидите И для вас это сделка всей жизни и смерти Ну, не знаю От вас отказались все другие клиенты С вами не работают никакие поставщики И вам просто кровь из носа Надо заключить со мной сделку Потому что, если вы этого не делаете То весь ваш бизнес разлетается И вы становитесь банкротом Не хочется плакать Вот представьте, у кого в этих переговорах Больше шансов одержать выигрышную позицию У меня, для которого, ну, потеря там 1% Это вообще ничто Или для вас, для которого потеря 100% Ведет к тому, что вы просто теряете все свое дело Я думаю, ответ очевиден В рынке то же самое Если вы придете в рынок с заемными деньгами Поверьте, вы их потеряете Это очень круто описано в книжке Которую я часто рекомендую Воспоминания биржевого спекулянта Там главный герой рассказывает о том Что он брал деньги для того, чтобы вылезти Из каких-то своих неудачных сделок Но через несколько лет Он пришел к своим инвесторам Которые давали ему деньги И говорит, что вот Ну, уважаемые, смотрите Я не могу торговать на заемные деньги Я не могу торговать, когда на мне висят долги Давайте, либо вы мне сейчас прощаете долги И, соответственно, я попробую Вот просто с нуля начать И как-то это все дело вывести Либо просто я сейчас пойду там Ну, я не помню, как это было описано То ли я никогда не вылезу То ли там я залезу в петлю В общем, история была такова Что даже суперопытные люди Которые всю жизнь посвящают рынку Они не могут торговать на последние На заемные деньги Потому что, когда в рынке на тебя что-то давит Когда в рынке ты испытываешь нужду Рынок это чувствует И как будто специально тебе не дает зарабатывать В общем, друзья мои Надеюсь, что после моих убедительных наставлений Вы никогда не будете торговать На последние на заемные деньги Если это видео для вас полезно Не забывайте под него ставить лайк Пишите обязательно свои комментарии И в комментариях не стесняйтесь Поделиться своей историей Расскажите, как выставили свой первый депозит За чего это произошло Какие ошибки вы совершили Мне правда интересно читать ваши истории И я буду очень рад Если вы поделитесь ими с другими зрителями Мое видео И для них, скорее всего, это тоже будет полезно Они не наступят на те же самые ограбли Ну и еще раз Лайк и подписка на канал Включайте выдавление Чтобы здесь не пропустить новые видео Следующий важный пункт Это не торопиться Потому что рынок не любит суетологов Вообще рынок, в принципе, не любит суету Он не любит людей, которые излишне торопятся Рынок любит людей, которые умеют ждать В целом, могу вам открыто сказать Если вы ебабошка Которая пришла в рынок С надеждой на то, что я буду сейчас сделать 100% к своему депозиту Каждый день Лучше идите на завод Вот я вам серьезно говорю То есть это не про рынок Это про лудоманию То есть если вы будете заходить к отлете свой депозит Ну, возможно, вам даже 5 дней повезет На 6-й вы все потеряете Может быть, вам повезет 10 дней На 11-й вы все потеряете Не суть важен На длительной дистанции Вы будете всегда проигрывать Если же вы подходите к рынку Именно как к инструменту для инвестирования Для адекватного заработка То здесь работает следующий принцип Чем дольше вы находитесь в рынке Тем больше шанс у вас заработать Потому что исторически все рынки растут Да, бывают коррекции Да, бывают длительные коррекции на несколько лет Но еще раз Исторически все всегда растет Ну, так устроены рынки Так устроен мир И если вы приходите и начинаете Бам-бам-бам-бам-бам Просто вот так открывать сделки Не дожидаясь каких-то удачных позиций То, скорее всего, вы будете просто терять все свои деньги Раз за разом, раз за разом Касательно вообще устройства рынка И обучения работы с рынками Вот я часто слышу от людей Блин, ну это же так долго Вот по несколько месяцев там учиться Либо по несколько недель Сидеть выжидать удачную сделку Ну вот, друзья мои А вы продерните свою жизнь На 2, 3, 5 лет И просто подумайте Сколько времени Сколько денег Вы готовы сейчас инвестировать Для того, чтобы дополнительно получать деньги К тем доходам, которые у вас уже есть То есть, чтобы на пассиве зарабатывать А в крипте это более чем реально То есть, если вы смотрели мои видео Вы знаете, что можно просто инвестировать Можно там стоить Есть множество разных инструментов Но, естественно, всему этому нужно обучаться И стоит ли потратить там 2, 3, да пусть даже 6 месяцев своей жизни Для того, чтобы на протяжении всех последующих лет Использовать эти навыки И получать дополнительные деньги Для того, чтобы создать дополнительный источник дохода И стать финансово независимым Ну, мне кажется, можно Тут многие люди потратили 5 лет в универе Для того, чтобы получить какую-то бумажку На которой теперь просто режут овощи А тут потратить несколько месяцев Получи реально практический навык И для людей, конечно, это долго Ну, как по мне, это, конечно, все происходит Потому что людям недостает какой-то, может быть, мотивации Возможно, недостает каких-то адекватных инструментов информации Но, опять же, если вы находитесь на этом канале То информации вам здесь будет предостаточно Даже той, которую я даю вам бесплатно И напоминаю, что если вы хотите стартовать в крипте Вот бесплатный мини-курс Быстрый старт в крипте с нуля за 5 дней Ждет вас по ссылке под этим видео Переходите, проходите его Реально крутой, полезный Поможет вам разобраться в теме крипты И быстро здесь стартовать Вообще, вы должны понимать реальность Реальность в том, что 90% людей в рынке Они теряют свои деньги И уходят с него на прежнее место работы Просто потому, что они не придерживаются тех правил Которые мы с вами только что разобрали То есть они подходят, условно, к штанге в 150 кг Ложатся под нее, пытаются ее поднять Большинство людей не может эту штангу поднять Кто-то может ее там просто сдвинуть с места И она их прижимает Ну, естественно, в финансовом плане человек просто становится банкротом Идет, опять же, на какую-то работу Либо идет, берет очередной кредит Либо поступает еще как-то не очень правильно С точки зрения финансового интеллекта Да, друзья мои Если вы захотите развиваться в теме крипты Если вы захотите здесь зарабатывать То навыки, хотя бы базовый финансовый интеллект У вас должны быть прокачаны Ну, как минимум, такие, что стоит откладывать Какой-то процент от своих доходов Того, что нужно постоянно стараться искать Какие-то новые источники доходов И так далее, и так далее Я сейчас не буду в это погружаться Ну, да даже следование стратегии РММ Да, это у нас, получается, уже пятое правило Которое я вам хотел сегодня рассказать Которое, на самом деле, наверное, является самым сложным Это тоже отчасти финансовый интеллект Смотрите, вообще вот мой риск-менеджмент в трейдинге Хотя давайте, наверное, вернемся Что вообще такое риск-менеджмент? Риск-менеджмент — это система управления вашими деньгами Когда вы занимаетесь трейдингом, инвестицией У меня есть более подробное видео на канале Я вам его оставлю обязательно в подсказках Крайне рекомендую его посмотреть Собственно, мой риск-менеджмент, когда я занимаюсь трейдингом Заключается в том, что риск на сделку у меня не может быть больше 1% Что это означает? Что если я открываю, например, позицию типа long Или позицию типа short Кстати, если вы не понимаете, что такое long-short То, опять же, вот либо быстрый с арт-крипте проходите Либо будет видео в подсказках Трейдинг для новичков Там тоже все эти подряды будут подробно разобраны Но история здесь какая Что когда я открываю свою сделку Я регулирую ее таким образом Благодаря стоп-лоссу и объем позиций Чтобы мой риск в позицию был не более 1% И если цена идет против меня Я никогда не теряю в трейдинге больше 1% На одной конкретной сделке Потому что если я перестаю придерживаться этого правила Я сливаю депозит Если я начинаю котлетить в рынок Я сливаю депозит Опять же, если вы думаете, что технический анализ Фундаментальный анализ Он поможет вам зарабатывать Это отчасти так Но именно следование риск-менеджменту И следование тем правилам Которые мы с вами обсудили выше С точки зрения работы с эмоциями Не торговать на последние деньги И так далее Это является именно основой То есть риск-менеджмент Он позволяет на длительной дистанции Выстроить вашу торговую стратегию И, соответственно, зарабатывать Да, это все скучно, нудно, монотонно И, как вы видите, само видео Оно у нас такое немножко скучновато Нудное, монотонное Ну, потому что Когда вы приходите в рынок Вы должны быть готовы к тому Что здесь розовые пони не летают Чего? Здесь люди Большая часть 90% Они теряют свои деньги В пользу тех Кто дисциплинирован Кто умеет ждать Кто умеет, соответственно Наблюдать И искать выгодные точки входа И быстро принимать решения Вот такой вот суровый рынок, друзья мои Если вы хотите в нем зарабатывать Вам это нужно будет принять И я вам рассказываю Как действительно все устроено Опять же, без каких-то там Розовых ванильных соплей Вообще, проблема управления рисками Она связана чаще всего Именно с эмоциями Потому что в рынке Люди должны принимать Рациональные решения Помните, я вам говорил Холодный ум Тресвый расчет Все такое прочее Но, как правило Люди у нас думают жопой И, соответственно Все решения принимают На основе эмоций Что это значит? Бред какой-то Как это выглядит на практике? Ну, например Человек видит, что его сделка Пошла против него Например, вы купили актив Он начал падать И падает, и падает, и падает И вы не закрываете Эту сделку по стоп-лоссу Потому что вам кажется Что актив сейчас отрастет И наоборот Бывает ситуация Когда люди открывают Прибыльную сделку А актив растет, растет, растет И люди не фиксируют прибыль Потому что им кажется Ну, рост будет продолжаться бесконечно А потом актив падает И люди еще оказываются в убытках Либо, например, другая ситуация Рынок очень сильно упал Соответственно Все активы лежат на дне Покупай я не хочу Люди уходят из рынка 16 тысяч долларов Кому он был нужен? Да никому Ну вот мы там с нашим Загрыдым сообществом покупали Да, там еще были какие-то люди наверняка Но по большей части В рынке была такая апатия И вера в то, что биток Вообще будет стоить ноль Никто его не откупал Потому что когда Людям страшно Они вместо того Чтобы принимать рациональное решение Думают жопой И не покупают А когда биткоин стал стоить 30 Они, естественно, вылезли И такие О, биткоин, 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 биткоин Покупаем А я, ну, вот, продавал Опять же, я не знаю Когда вы будете смотреть это видео Я его записываю 19 мая 2023 года Как вы понимаете Принципы риск-менеджмента Они были актуальны 100 лет назад И будут актуальны еще 100 лет То есть, как бы, это ничего не меняет Но я вам рассказываю Именно про последние Свои крупные сделки То есть, вот, в конце 22 года Мы покупали, там, по 16 тысяч биткоин А, собственно, не так давно Продавали его по 30 Вот вам 2X на ваши вложения Да, с достаточно Консервативными рисками Касательно работы с эмоциями Это у нас будет с вами уже, пожалуй, Шестое правило Которое мы с вами сегодня разбираем Вам нужно научиться Относиться к трейдингу Немножко с философской точки зрения И к инвестициям в том числе А вам нужно понять Что не бывает хороших И плохих событий в этой жизни Бывают просто события А краску мы им передаем сами Я понимаю, что я сейчас говорю Как психотерапевт Либо, там, не знаю Философ, еще кто-то Но это действительно так То есть, когда вы занимаетесь трейдингом Ваша задача научиться Относиться к цифрам на экране Просто как к цифрам То есть, не думайте о том, что это деньги Не думайте о том, что Там, это какие-то ваши ресурсы А просто цифры на экране Грубо говоря, когда я открываю сделку Я готов к тому, что я получу стоп Я готов к тому, что я получу тейк Расстраиваюсь ли я, когда я получаю стоп Ну, немножко есть Обидно Радуюсь ли я, когда я получаю тейк Немножко есть Я не идеален Я человек И как бы мне свойственно проявлять эмоции Но у меня нет какой-то эйфории Когда я получаю тейки У меня нет какого-то дикого страха Или нет какого-то дикого отчаяния Когда я получаю стопы Но это, естественно, пришло не сразу То есть, я вам просто говорю о том Что с этим можно и нужно работать То есть если вы сейчас испытываете очень сильные эмоции, когда у вас сделка там уходит в убыток, например, или наоборот, когда она уходит в прибыль, то это очень плохо. То есть, конечно же, эмоции у вас будут. Ну, если вы там не биоробот какой-нибудь, то эмоции у вас будут, но они должны быть в рамках какого-то совсем небольшой амплитуды. То есть если вы ловите стоп, то по теории вероятности, скорее всего, у вас следующий будет тейк. Если у вас все правильно с риск-менеджментом, если вы все правильно подбираете, если вы словили 3, 4, 5 стопов, то по теории вероятности получение тейка, она еще выше. Но верные обратные, друзья мои, если вы словили 5 тейков и впали в эйфорию, что вы поняли рынок, стали гуру и все такое прочее, то вероятность того, что вы наловите несколько стопов подряд, она очень-очень сильно возрастает. Опять же, когда мы говорим с вами просто про теорию больших чисел. Как правило, люди считают, что для того, чтобы успешно торговать на крипте, им нужна какая-то волшебная таблетка. Секретный секрет, волшебный инструмент, который будет предсказывать точное движение цены. Друзья мои, так не бывает, давайте я вам буду честен. Для того, чтобы торговать, вам нужны какие-то базовые знания по техническому фундаментальному анализу. Если вы еще как бы ими не владеете, то регайтесь на байбите, соответственно, там пополняйте депозиты в 100 долларов, пишите нам в поддержку, мы вам выдадим курс бесплатный по техническому анализу от нашего проекта. Либо можете просто купить у нас его за 150 долларов, если не хотите регаться на байбите. Собственно, вот этого курса вам хватит для того, чтобы на базовом уровне анализировать графики. Дальше все будет упираться чисто в риск-менеджмент, чисто в вашу психологию. Потому что, ну, у нас есть закрытое сообщество, да, в котором я рассказываю, какие сделки я вхожу, сделки моей команды транслирую. Ну, в общем, вот все сделки по крипте, которые я вхожу-выхожу, собственно, я там все их транслирую. Что происходит? Когда ты даешь человеку доступ ко всем моим сделкам, он часто вместо того, чтобы полностью их копировать, да, исследовать за мной, сделка, например, чуть ушла в убыток, он не фиксирует, он начинает сильно паниковать. Сделка дошла до стопа, он не использует стопы, сидит, пережидает убытки. Потом там актив, например, еще сильнее проваливается, он теряет деньги. Либо наоборот, мы открыли удачную сделку, у нас все хорошо, мы фиксируем тейки, человек пожадничал, тейки не зафиксировал, цена обратно провалилась вниз, и, собственно, он получил убытки. Еще раз, рынок это чистая психология, рынок это чистая работа с эмоциями. И если бы меня вот спросили, типа, сколько там занимает технический фундаментальный анализ, сколько риск-менеджмент в психологии, я бы, наверное, сказал, что процентов 20-25 это технический анализ, и процентов, наверное, 75-80 это все, что связано с риск-менеджментом в психологии. Потому что чаще всего люди теряют не потому, что они не умеют пользоваться техническим анализом, не потому, что они как-то недостаточно изучили проект, хотя тоже бывает, тоже бывает, а именно потому, что они не умеют работать со своими эмоциями, они не умеют считать риски и, в принципе, занимаются в рынке всякой херней, любой абсолютно, только не расчетом своих действий. Друзья, прежде чем мы продолжим, приглашаю вас присоединиться к нашему бесплатному сообществу криптотрейдеров. В рамках этого сообщества вы сможете обмениваться идеями с другими участниками, сможете найти себе единомышленников, товарищей, близких по духу, сможете также делиться идеями своими торговыми и участвовать в наших конкурсах, забирать денежные призы. Да и в целом просто приятно проводить время в компании людей, близких вам по духу. Также в чате есть базовое обучение по трейдингу, которое поможет вам быстро и безопасно стартовать в крипте. Для того, чтобы присоединиться к чату, переходите по ссылке под этим видео, активируйте бота, участие в чате полностью бесплатное, если вы являетесь нашими партнерами по одной из бирж. Ну, все условия подробно будут описаны в боте, поэтому переходите по ссылке под видео и присоединяйтесь к нашему комьюнити. А мы продолжаем. Следующий момент, который я хочу с вами разобрать, это у нас уже, кажется, седьмой по счету пункт. Он частично относится к тому, что мы разбирали в работе с эмоциями, но я выделил его отдельно. Звучит он, а как мыслить убытками и не грезить, а прибыль. Давайте поясним, что я имею в виду. Как правило, когда человек приходит в рынок, еще раз, у него есть какие-то влажные мечты. Он представляет, что у него будет кошелек, очень плотно набитый бумажками, выпущенными американские федеральные зерно-системы, там ключи от пары хороших машин и все, что с этим связано. Но человек не думает о том, что он может потерять все свои деньги. Давайте я вам сейчас расскажу охуенный бизнес-план, который я уже слышал несколько раз в этой жизни, как люди реализовывали. Приходит человек в рынок, берет 10 тысяч долларов и встает с биткоин с 10-м плечом. Мысли его тут какие? Ну, блин, у меня вот есть 10 тысяч долларов, и я могу просто купить биткоин, да, и он там вырастет, я заработаю. А могу сделать плечо x10 и заработаю в 10 раз больше. Ну, звучит же как охуенный бизнес-план, согласитесь? Не, в натуре класс, лови ебись, четко. И что происходит дальше? Ну, цена биткоина идет немножко вниз, собственно, позицию человека ликвидирует, он теряет все свои деньги. Почему это происходит? Потому что рынок какой-то плохой, или кто-то сговорился и пустил цену биткоина против него. Вот, да нет, ну потому что он его бошка. Ну вот, как его еще можно обозвать? Может быть, даже мы не будем здесь никого оскорблять, просто скажем, что человек был не в курсе того, как работает рынок, и решил пожать штангу 200 килограмм без предварительной подготовки. Окей, пусть будет так. Но факт остается фактом. Он не подумал о том, что он может потерять. Он не подумал о том, что, блин, а я вот сейчас поставлю там весь свой депозит, например, 10 тысяч долларов, а что будет, если цена биткоина пойдет вниз? Ну, такой же может быть? Может. И если бы он об этом думал, если бы он думал о том, что нужно соблюдать риск-менеджмент, о том, что нужно ставить стопы, о том, что не нужно торговать там с плечами со всем депозитом, вы, если подписаны на мой телеграм-канал, я не помню, я вам говорил или нет, ссылочка находится под этим видео. Кстати, реально крутой полезный телеграм-канал, статьи, подкасты, я там рассказываю какие-то сделки, я вхожу и все, что там связано, поэтому на телеграм-канал обязательно подписывайтесь. Вы видите, что я тоже торгую с плечами. Но, друзья мои, когда вы торгуете с плечами, это не говорит о том, что это отменяет риск-менеджмент. Я не ставлю в позицию все деньги, которые у меня есть, в одну с десятым плечом. То есть, да, я использую плечи для того, чтобы не хранить весь свой депозит на бирже. Да, я использую фьючерсный терминал там на том же бобите, потому что на нем круто и удобно торговать. Но это же не отменяет правила использования риск-менеджмента. Ну и в целом, еще раз вывод по всей ситуации. Прежде чем открывать какую-то сделку на бирже, прежде чем вставать в позицию, вы всегда должны знать, сколько денег вы можете потерять, если цена пойдет против вас. Это первое правило, не входи в сделку, пока не посчитаны все ее риски. Последнее правило, которое мы с вами сегодня будем разбирать, это отдых от торговли. Тоже, на самом деле, важная история. У крипторынка есть его преимущество и одновременно недостаток, то, что он работает 24 на 7. И, собственно, здесь можно словить очень сильное выгорание. Особенно, если вы новичок, вы там впадете в какой-то лудоманский цикл и будете просто бесконечно торговать. Может быть, это будут даже какие-то небольшие деньги, но вы будете морально очень сильно истощены. Собственно, для того, чтобы это не происходило, вы должны выделить себе график, по которому вы будете отдыхать. Ну, например, у меня есть правило, что я не работаю по воскресеньям. Как минимум в субботу половину дня я тоже не торгую и не работаю. И у вас должен быть точно такой же свой рабочий график. Вы должны сами его для себя состыковать. И плюс вы должны понимать, что если вы будете работать постоянно, это не говорит о том, что вы будете зарабатывать больше. Вообще, в рынке часто бывает такая история, что сделки нужно совершать не часто, а сделки нужно совершать точно. То есть для того, чтобы зарабатывать в рынке, на самом деле, нужно просто сидеть и, собственно, как охотник ждать. Ну, вот представьте, да, вам нужно поймать какого-то зверя в лесу. Например, там, уточку, зайчика, еще кого-то. И у вас есть несколько разных стратегий. Вы можете прийти на болото. Там, где у нас утки обитают, я не знаю, на болоте, наверное. И сесть на болото с ружьем и, соответственно, сидеть смотреть, пока утки прилетят. Утка прилетает, вы стреляете, попадаете, соответственно, у вас вкусный ужин. Но вы также можете встать и ходить вот так вот вокруг этого болота, наяривать круги. Что от этого поменяется? Да, абсолютно ничего. Ну, просто утки, может быть, еще будут видеть, что вы ходите и не прилетят на это болото. Но, по сути, вы только потратите силы физически на то, что вы ходили вокруг этого болота, устанете. Больше ничего кардинального не поменяется. То есть, если бы вы просто лежали, утка бы прилетела, вы бы по ней стрельнули и все бы было замечательно. Это, наверное, уже, конечно, относилось не к отдыху от торговли, а к тому, что не нужно совершать слишком большое количество сделок. Это редко приводит к чему-то сильно хорошему. Но, в принципе, пусть это будут у нас два таких заключительных пункта. И, друзья мои, я надеюсь, это видео для вас было крайне полезным. Вы по нему не забудьте поставить лайк, расскажите мне свои истории в комментариях, как вы теряли свои депозиты. И обязательно подпишитесь на YouTube-канал, включите уведомления и обязательно подпишитесь на наш замечательный Telegram-канал. Постарался для вас поделиться своим оптом, который накопил за несколько лет в рынке. Еще раз искренне надеюсь, что это было для вас полезно. Увидимся с вами в Telegram-канале. До скорых встреч. Продолжение следует...